Музыка Всем трём, мои ногтевые феечки! Всем здравствуйте! Вы давно просили показать умопомрачительную трём-чешевско-бомбичную коллекцию Red Queen от торговой марки Eva Nails Слушаю и повинуюсь Обзор Red Queen, торговая марка Eva Nails Поехали! Я знаю, что я уже очень много мастеров подсадила на данную торговую марку Потому что это очень красивые, очень сложные цвета Очень приятная, ненавязчивая душка, консистенция, с которой удобно работать Плюс ценовой сегмент у неё невысокий Плюс опять же стиль бутылочки, которая мне очень-очень нравится Сегодня по вашим многочисленным просьбам мы с вами выкрашиваем коллекцию Red Queen Это коллекция из 12 оттенков от сочно-сочно красного до очень удивительной Марсала Как бы я её назвала? Давайте для бронепоездов я напомню, что Eva Nails это производство Германии Вот такой вот красивый, ненавязчивый зубырёк с прикольным дизайном Почти тонированная выкраска сверху, но тонировка очень приблизительная С номером и названием серии Также все выходные данные 8 мл производства Германия Наносятся на базу, покрываются топом, имеют среднюю дисперсионную плёнку Итак, девчонки, я хочу сразу перейти к выкраске Потому что данную торговую марку вы знаете, вы любите и много о ней говорить смысла нету Цвет номер один Девчонки, это потрясабельная любимица у моих клиенток Вот такой вот красный с шиммером У Eva Nails достаточно тягучая консистенция гель-краски Я такую консистенцию люблю Данная консистенция позволяет рисовать френч, делать шатуш, омбре и градиенты Очень быстро, не течёт по дисперсии пазы По поводу конфликтности могу сказать, что с топом Nail Club Eva Nails работает через раз Минимальные слои Как вы видите, пигментация убиться веником Данная кисточка не создана для того, чтобы на неё прожимать В данной марке есть небольшие косяки с кистями, девчонки, но они есть у всех Поэтому я уже особо на это не акцентирую своё внимание Дублирование этому гель-лаку не требуется Но я сейчас вам хочу специально продублировать Чтобы показать, что этот ненавязчивый шиммер во второй растирочный слой не добавляет никакой пушистости Поэтому с данным гель-лаком вы можете работать после нанесения первого слоя Сразу по второму слою по 4 пальца Не течёт При полимеризации фактически все цвета Red Queen немного мотовеют Дисперсия у них сохраняется Это обуславливается наличием пигмента красного Я сейчас растирательный слой нивелирующий наношу Как вы видите, никакой концентрации он не добавляет Просто перевод материала на пластмассу Гель-лак абсолютно однослоен Номер 2 Девчонки, это чистый вот такой вот цвет Консистенция у всех гель-лаков одинаковая Поскольку это красные оттенки новички Наносите минимальные слои Потому что пигментация, как вы видите, у них огонь Не давите сильно на эту кисть Кисть хорошо плющится, заходит в синусы Сильно консистенцию материала не делёт Вам не надо работать на весу Абсолютный любимец Однослойник Номер 3 Девчонки, это вот такой вот с шиммером Густоватенький достаточно черничный Не черничный даже, а черешневый больше оттенок Фактически все гель-лаки данной линейки Они являются однослойниками Он потрясавелен, девочки Шиммер очень ненавязчивый Перламутровый И смотрится очень-очень дорого Номер 4 Девчонки, это вот такая классическая кровушка Как вы видите, вся эта коллекция Это коллекция от ярко-красных до таких бургунди оттенков Вся эта коллекция работает абсолютно фактически одинаково Имеет одинаковую консистенцию Мне эта коллекция очень сильно понравилась Номер 5 Девочки, это вот такая вот черешня с золотым шиммером Все шиммеры в этой коллекции не навязчивые Не бьют по глазам Не цыганские, я бы так сказала бы Но смотрится очень эффектно Дублирование данных гель-лаков Как я вам уже показала Для насыщенности шиммера не требуется Если у вас маломощные лампы Наносите минимальные растирочные слои Оно у вас просохнет Ну и просто дублируйте так Фактически все гель-лаки однослойники Номер 6 Девчонки, это классический цвет Цвет вспряной такой вишенки Количество материала на кисти На данную лошадь вы видите Идеальный цвет Фактически вся коллекция подходит для френча Из-за своей достаточно густенькой пигментации И густенького содержания Номер 7 Девчонки, вот этот вот цвет очень похож на марсалу Но более в красный потом Вот этот вот цвет, несмотря на свою пигментацию Я всегда дублирую на клиенте Потому что во второй слой Этот цвет раскрывается больше Плюс данные цвета Как вы понимаете Из-за того, что это все оттенки красного Идеально под матовым топом Ну а кроме шиммерных Иначе шиммера не видно Давайте добавим насыщенности Этому цвету Кисточку я вытираю, девочки, фактически насухо Мне просто хочется добавить глубины Да, поскольку этот цвет такой полумарсальный Марсала в красноту Вот такая прелесть Цвет номер 8 Девчонки, это зимняя черешня Зимняя вишня Назовите ее как хотите Такой достаточно подгнивший цвет Он пользуется у меня у девчонок спросом В любое время года Он прекрасен на осень Кстати, задумайтесь об этом Он немножечко разжиженный Так же, как и предыдущую семерку Я советую вам его продублировать Для того, чтобы именно глубина пигмента Вышла наружу Самовыравнивание у гей-лаков Абсолютно одинаковое Оно фактически молниеносное Ждать не надо будет Давайте продублируем Количество материала на кисти Как вы понимаете, будет минимально Нам оно нужно здесь всего лишь для того, чтобы Раскрыть всю бомбичность пигмента Как вы понимаете, с такой пигментацией Что ваше модерирование, что ваше покрытие И гей-лаком, если вы наносите тонко А вы обязаны будете наносить этот гей-лак тонко Иначе он у вас не просохнет Работа становится более аккуратной Номер 9 Девчонки, это вот такой вот красивый оттенок Я бы даже его назвала Мангустин У него бордово-кирпично-фиолетовый Подтон Давайте нанесем Эти гей-лаки Очень хорошо сочетаются С новой коллекцией Которую я вам показывала Номер 10 Спорный у моих девочек, если честно, цвет Я не понимаю, как он сюда попал Я, конечно, понимаю, что коллекция красных Но это блесточный вот такой вот цвет Причем блестки кисть превращают в метелку постепенно Я уже обрезала эту кисть один раз Усики вылезают все равно Это витражная красная подложка Пигментация, конечно же, уровень бог Но в любом случае для придания этому гей-лаку Еще больше фееричной чеширистости И блесточности придется продублировать Блестки не бугрят, не кенгурят Самовыравнивание молниеносное Я беру сейчас минимальный набор на кисть Девочки, мне здесь нужно всего лишь добавить Именно блесточности и чеширистости Нанесение идеальное Самовыравнивание быстрейшее Хорошо сказала Цвет огнища Блесточки кисть не забивают, работать удобно Единственное, что данный состав Немножечко кисти махает Еще одна история из этой же серии Это номер 11 Это черешневый вот такой вот цвет с брестками То есть, если у нас 10-й был такой именно красный-красный То 11-й, он более такой коричневый потон У него черешенка Такой грязноватый цвет Они идут очень хорошо в пару Ко всей коллекции Red Queen Также мы его наносим Он абсолютно так же наносится Блестки не бугрят, не кенгурят Самовыравнивание у него молниеносное Просушиваем и дублируем для насыщенности На данных гель-лаках Среднежирная дисперсионная пленка Она не сильно липнет Но для отпечатывания фольги ее не хватит Ну, например, положить блесточки Или втереть какую-нибудь втиточку можно Это, я говорю, про обычные цвета Не про эти Шикарно И последний оттенок, девочки В данной коллекции В данной коллекции всего 12 цветов Это, не пойми, как здесь оказавшийся Но я так думаю, что этот цвет Прекрасно подходит ко всем остальным Его братьям по этой коллекции Это больше красно-сливовый оттенок Причем сливы здесь намного больше, как вы понимаете Минимальные слои, девочки Если вы этот гель-лак набубухаете на кривое выравнивание Он может не просохнуть Давайте продублируем Оттенок, в принципе, как вам сказать Он, ну, Иван Илз обожает сложносочиненные оттенки Я не могу вам его описать Наверное, больше это на абхазскую сливу Наверное, похоже Даже нет Он очень для этого темно-фиолетовый В принципе, сильная темно-фиолетовость Это не видно Но этот цвет, он уно-потрясабельный Девочки, как для росписи Так и для френча Так и для покрытия И каких-то дизайнов Типа градиент, шатуши или омбре Сегодня, мои дорогие девочки Я показала вам коллекцию торговой марки Ива Нейлсон Под названием Red Queen Что я могу сказать? Не хочу сильно перехваливать ребят Потому что вы на это не очень адекватно реагируете Но могу сказать так Вся, абсолютно вся коллекция 12 оттенков Это идеальный выбор для мастера маникюра Такого, как я С идеальной пигментацией С одинаковой консистенцией С фактически без резко отдушистого запаха Там есть отдушка Но она очень-очень нивелирующая Подходящая для любой техники дизайна Будь то рисовашки Будь то омбре, шатуши или градиент Будь то френч Имеющие средний липкий слой Единственное, что при моей работе Выяснилась конфликтность через раз С топом торговой марки Nail Club По поводу покупок, девочки У меня в роликах на моем YouTube канале В боксике под видео Есть ссылка, где купить Eva Nails Я еще также вам хочу напомнить Что в Eva Nails действует код трям По которому вы получаете ништячок Я надеюсь, что данный обзор был вам полезен Я не могу выбрать любимцев из данной серии Они все убер потрясабельные Трям чеширско-бомбичные Я напоминаю вам, мои дорогие девочки Если вы знаете какие-то еще интересные коллекции В данной торговой марке Обязательно пишите мне под этим роликом на YouTube Не забывайте ставить лайк Поддерживать мои, так сказать, начинания Нажимать на колокольчик Чтобы быть в курсе новых видосиков Ну и обязательно подпишитесь на канал Мне будет очень приятно Ну а с вами была Юлия Лапшина Nail мастерская Чеширский кот Всем трям, мои ногтевые феечки До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok